Конец лета. Время собирать урожай и делать заготовки на зиму, как поступает Ирина Юрьевна. В ее теплице на даче в СНТ 40 лет октября уже поспели помидоры и огурцы, вместе с ними и перец, а еще созрело много яблок. Хозяйка торопится все засолить и законсервировать, чтобы зимой почивать домашних необычными яствами. Рецепты у нее авторские. Одному из них уже 20 лет, а он до сих пор не утратил своей популярности. Берете яблоки, режете их в подсоленную воду вот так, абы как, не задумываясь, в подсоленную воду, потом воду сливаете, полную кастрюлю, воду сливаете и заливаете кипятком и ставите на огонь. Они не кипят, а только подниматься начинают и выключаете. И закутываете чем-нибудь теплым. На следующий день полученный раствор сливают через дуршлаг, снова кипятят и разливают в стерилизованные банки. Получается настоящий яблочный сок в домашних условиях, без добавления сахара и консервантов. Ирина Юрьевна готовит его из яблок сорта «Мельба». Говорит, подойдет и Антоновка. Но это еще не все секреты Одинцовской умелицы. К примеру, огурцы она солит по оригинальному рецепту, а хранит их прямо в колодце. Огурцы я делаю так, чтобы ничего не нагревать, чтобы это были свежие, малосольные огурчики зимой, холодненькие, чтобы это душистые были, вкусные, хрустящие. Делается это в пятилитровых бутылях с широким горлышком, чтобы пролезали огурцы и есть с узким, они не годятся. К огурцам отправляются также укроп, охапка листьев смородины и вишни, одна головка чеснока и, конечно, соль. Все накрывается листом хрена. Подойдет и дубовый лист, и даже кородуба. Кстати, таким же способом можно солить и помидоры, только не забудьте охладить их в колодце. Тогда и огурцы, и помидоры сохранят свои вкусовые качества и мягкий аромат. Именно вот в этом колодце уже шестой год Ирина Юрьевна засаливает результат своих творений. А именно вот такие бутылки вкуснейших огурчиков, которые она выращивает на своем участке. Ну а как это делается, мы продемонстрируем прямо сейчас. Первую бутылку будем пускать сегодня. Самую первую бутылку, да. Цепляем. Торжественный запуск. И опускаем вниз. Ага, получается, а вот на эти колечки цепляются уже остальные бутылки, правильно? Да, за одно колечко можно несколько бутылок цеплять, поэтому обычно там много висит на каждом колечке. Ну давай, будем тогда опускать потихоньку. Огурцы опускают в колодец на глубину примерно 2,5 метра и держат там около месяца. Тогда огурчики становятся малосольными, а если их достать ближе к зиме, они будут по-настоящему солеными. Опа. Ну вот и все. Процесс засаливания огурчиков завершен. Теперь ждем, когда они приготовятся и будут совсем-совсем солененькие, вкусненькие, и мы сможем их покушать. Колодезный способ засолки огурцов стал самым излюбленным среди обитателей СНТ. Но в их арсенале еще много фирменных рецептов. Например, они консервируют перец с яблоками в маринаде, а также баклажаны в томатном соусе. Но это будет уже другая вкусная история. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Это прошлогодний. Продолжение следует.